Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня сегодня в гостях... Полина. Полина Валенчук, директор отеля «Чарушин», как она сказала, ее представить. Но я думаю, что многие Полину знают в принципе о ее существовании. А сегодня мы поговорим о том деле, которым занимается Полина. И вы сказали, что представить вас можно директора отеля «Чарушин». А что вы сами считаете своим делом? Все-таки хороший человек – это не профессия. Я бы так хотела сказать. Вы знаете, я, наверное, нахожусь на пути. На пути постижения своего я и своего дела. Но в данном случае, конечно, это вот то грандиозное, то гостеприимное, то прекрасное, то архитектурное, то величественное здание, которое, наверное, согревает и дает любовь людям. Вот все-таки это мое дело. И я чувствую себя там членом большой команды. Вот. Корабль. Равным или руководителем? Вы знаете, тут можно поговорить о системе управления. Все-таки я склоняюсь к тому, что вот стол переговоров, вот мы сидим, и нам очень интересно будет обсудить ту точку зрения, которая выстрелит, которая даст нам победу, которая даст нам плоды. И все-таки люди немножко компетентнее меня, опытнее меня, я к ним прислушиваюсь. То есть, безусловно, ответственность, руководитель, управленец, это ответственность, это то, куда, наверное, движется твоя стезя и мысли, твой поток. Поэтому не без этого, не без этого. И, конечно, я веду, и мне это нравится. Ну, вообще, какая культура управления внутри? Норвежская. Будем называть отелем Чаруши. В чем суть? То есть, иерархическое, равное, горизонтальное? Вы знаете, мы все, наверное, мы все партнеры, мы все коллеги, очень сейчас нравится прямо. Доброе утро, коллеги, доброе утро, доброе утро. И как-то вот все, на самом деле, на каком-то едином стадионе, на Олимпе, все понимаем, что окончательно, будь то ты директор, будь то ты руководитель хаускиппинга у нас, например, либо же ты просто счастливый человек, работающий там, ты должен сделать гостя счастливым. Вот, по сути, неважно, какой человек профессией занимается, важно, чтобы, наверное, гость к нам вернулся повторно и сделал счастливым его. Но, как руководитель, я понимаю, что что бы ты ни делал, какую бы ты премию ни давал, как бы ты красиво ни говорил людям, что мы все заинтересованы сделать гостя счастливым, это нужно прочувствовать. Нужно прочувствовать, и не для всех сначала понятно, что это такое, как это вообще, и почему я должен сделать гостя счастливым. Вот я выполняю свою работу, вот... Что вы еще от меня хотите? Да, зачем? А как? В смысле, он проснулся сегодня вообще не с той ноги. И, как правило, вы знаете, в отель люди заселяются, приезжают после тяжелого перелета, после командировок. И, как правило, у них, знаете, здесь тайминг, все расписано. И им и так тяжело. И человек, который здесь у нас работает, собственно говоря, очень, наверное, такой у него шаткое. И вроде бы и с этой стороны он находится, и с той стороны. Ему нужно обеспечить вот этот комфорт. Поэтому это и сложность. Сложность. Большая команда? Человек 100 нас. Нас человек 100. Если говорить о комплексе услуг... Вы говорите про здание вообще. Про... про... да. То есть вы так себя и рассматриваете, как вот, да, это наше... Это наше все. Это наше все. Но здание действительно уникальное, и для города, мне кажется, ну, такой предмет гордости. Мы всегда и показываем гостям, и селим обязательно. И надо сказать, действительно, изменился отель за последние годы очень серьезно. С точки зрения качества обслуживания. Где берете людей? Ведь вот в этой студии я практически с каждым предпринимателем разговариваю о проблеме с кадрами. Так или иначе, ты все равно на нее выходишь. Мне кажется, это сейчас проблема больше, чем кредиты, инфляция, санкции и все остальное. Это кадры. Кадры 100%. В нашем случае, да? Как? Конечно, вы знаете, еще какая тенденция сейчас, 22-й год. Удивительно, но сферу хоспиталити, гостеприимства, к сожалению, сейчас она перестала какую-то нести такую актуальность. И хочу сказать, что в России, ну, вот не учат, не учат этому, не учат. И нет таких розовых перспектив того, что человек сразу пришел и живет хорошо, и солнце светит ему. Такого нет. Нужно пройти огромную работу, тернистый путь, чтобы добиться успехов. И, как правило, вы знаете, больше юридическое направление люди выбирают, либо бухгалтерский, например, как я это сделала. И это, мне кажется, вот что касается отеля, что касается ресторана, вообще услуг и гостеприимства, это ремесло. Это ремесло. И мы, и мы не говорим, что человек должен прийти, вот у него корочка, вот у него образование по профессии, вот я закончил там туризм, примите меня на работу. Такого нет. Если мы понимаем, что у человека горит глаз, что у человека есть вообще понимание того, что я хочу служить, я хочу быть полезным, я живой ум, что немаловажно, то с удовольствием. А чем, вот смотрите, интересно, я люблю русский язык, люблю вот эту тонкие детали слов, что называется. Чем ремесло отличается от профессии? От профессии. Глубоко. Кто там? Кто там показывает, что все хорошо. Вы знаете, профессия, наверное, это какой-то такой склад, базис, фундамент, теория, база, база, которой ты можешь обладать и можешь постигать компетентность, квалификация, кейсы, и это все будет нарабатывать твой опыт. А ремесло, наверное, это, знаете, это река, это река, в которую ты погружаешься и которая неизвестна, куда тебя может вынести. А какие камни ты можешь запнуться, погружаясь в нее, и насколько она полноводная, насколько она мелководная. И это вечная жизнь. Вечное движение. Вечное движение. Вечное движение. И, конечно, вот тут уже сам человек творит в своей жизни. Слушай, а если профессия это то, чему можно научить, а ремесло это то, к чему тебя тянет? Может быть, вот так? Тянет, 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 тянет. Ремесло тянет, ремесло. Ну вот ремеслом, наверное, человек должен жить. Да? Ремеслом жить и осваивать его. Потому что очень много всего того, наверное, что мы вообще, даже сейчас у нас не в фокусе внимания. Важен ведь фокус, важна энергия, очки, собственно говоря, в которые ты направляешь себя. И мне кажется, настолько 360 градусов планета, этот мир, Вселенная, что там настолько нужно каждый шаг, каждый день постигать. И вот оно и ремесло. Ну, наверное. Смотрите, вот у вас наверняка есть некая цель того, к чему вы идете. Я не скажу, что она такая стационарная. Да? Вот мы дошли, остановились, и все хорошо. Понятно, что она тоже движется, но она есть. Вот сейчас, вот это внутреннее ощущение позиции на пути к этой цели. Вот где? Половина пути, 30%, 80%. Где вы вот на пути к той цели, которая сейчас стоит? Я имею в виду, собственно говоря, ваш продукт. Да. Продукт касаемо вообще услуги, да? Да. Вот мы говорим об этом. Вы знаете, настолько каждый день у нас планы. Ну, вот планы, планы, по сути, это и цель есть. И настолько, наверное, это все каждый день тоже расширяется, что там не видно горизонтов. Горизонтов не видно, но мы же с вами понимаем, как руководители, что ты в какой-то момент должен иметь возможность себе сказать, я достиг. Вот это удовлетворение, оно необходимо внутри. И вот эти промежуточные точки, понятно, что итоговая цель, как линия горизонта, всегда отодвигается по мере приближения. Но внутреннее вот это состояние удовлетворения, насколько часто появляется? Да не вообще, я бы сказала, что его не присутствует. Удивительно человек, я как творческий очень завершу от погоды, и вот сегодня солнце, мне сегодня хорошо, я понимаю, что все сделано, все достигнуто, все цели поставлены, и можно просто созерцать витамин D. Безусловно, я вам скажу, что, например, вот этот год, мы, как правило, вообще стратегируем, и это конец, например, начала января, и мы понимаем, что мы можем сделать в этом году. Что касается команды, что касается города, что касается гостей, которые приезжают, и все равно, я так полагаю, что это, конечно, процентов 60, которые мы такие, мы сильные, мы активные, мы напористые, и вот у нас еще есть какой-то люфт, чтобы еще, знаете, поднажать, подраскачаться, отдавать и креатив, отдавать и возможности, отдавать еще. И вот, конечно, все решают люди, поэтому чем больше люди заряжены солнцем, чем люди заряжены вообще того, что как классно, я пошел на работу, как мне здорово, я сегодня столько всего придумаю, осчастливлю гостей, наверное, вот в этом и радость, вот в этом и радость. И, конечно, результаты быстрее достигаются, результаты движения. Вдохновленные люди работают лучше, чем просто люди за зарплату, несомненно. Ну, будем считать хорошим знаком сегодняшнюю погоду. Кто такой гость города Кирова? А, города Кирова. Ну, вот гости, которые приезжают. Андрей Леонидович, а вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот для нас потенциальный наш гость – это вы. Вот, собственно говоря, если оторваться от местности, от локации, вот если бы мы представили, что вы из другого города, это вы, честно говоря. Такой деловой, самодостаточный, очень яркий человек, ну, на самом деле, путешествующий и бизнес-власть, бизнес-власть. Вот это наш сегмент, это то, с чем нам интересно работать. Но, но, к 650-летию активно мы взялись за такую историю, как туризм. Ярко и широко. И понимаем, что большой потенциал, большие возможности у данного направления, даже вот не так давно, январские праздники, мы попытались запустить и сделать красивый, красивый, аутентичный тур, такой двухдневный. Знаете, просто природа, просто встретить Новый год, семейный отдых. Ну, со своей же площадкой, да? Да, 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 конечно, позиционирование, это то, что мы можем, мы можем всё, по сути, вот у нас уже есть всё. Комплекс услуг, человек будет сыт, человек будет доволен, человек будет уже... Счастлив. Да, 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 по идее, вот это первое впечатление о городе, который мы можем воссоздать, чтобы он уже был счастлив и доволен. А всё остальное наполняется, и я вам хочу сказать, что если мы, например, погружаем его в том, что действительно вот маршрут строим, которые, ну, не просто музей, не просто оставили, повели и отдали, а вот, знаете, прожили, возможно, познакомили с настоящими ветчанами нашего города, познакомили с промыслами, познакомили с какой-то вот аутентичностью города и такой, знаете, небанальной, то уже есть огромный успех, что человек точно вернётся, человек привезёт семьи, человек потом расскажет всем друзьям и турагентством, как у нас это было. Представляете, гости из Глазово приезжали к нам, это была пара лет, ну, такая, достаточно возрасте, знаете, уже всё повидали, весь мир. И вот они путешествуют на машине, и вот тут они далеко, но к нам почему-то как-то всегда, как-то всё было не по пути. Мимо, мимо. Вообще мимо. Но удивительно, откуда пришёл гость, вы спросите меня. Это не турагентство, это никак. Это человек просто, это люди искали в интернете тур, гастротур. И вот мы там попались. Мы там попались, мы вышли, город Киров, вроде бы, вятка. Мы приглашали на Масленицу. Везде есть, согласитесь? Везде есть, все проводят масштабно, красиво, ярко. Но вот что-то их зацепило. Они позвонили, и тут, конечно, благодарю наших коллег, они сумели замотивировать и сказать о том, что это интересно, это будет интересно. Наша задача была, наша задача, наверное, знаете, показать то, что мы не какие-то шарлатаны, что у нас серьёзная организация, и мы на самом деле рады будем видеть гостей. А вроде бы за плечами такого нет, что мы занимаемся туристами, и у нас на самом деле тут поезда и вагоны. Но тем не менее, вот такой авторский подход дал толчок, и гости уже приглашают нас к себе в гости, семьями, коллегами и так далее. Вот смотрите, задам вопрос как к профессионалу. Мы потом поговорим о том потенциале, который есть, но сначала я спрошу, чего вам не хватает? Вот вам, как профессионалу в сфере гостеприимства, чего не хватает в Кирове? Что вам нужно было бы для того, чтобы этим направлением развиваться ещё эффективнее? Вот, наверное, мастерство. Мастерство насмотренности, насмотренности такого европейского подхода. Как бы мы от него не уходили, все сейчас говорят. Среди подрядчиков, имею в виду, среди тех, кто тоже услуги оказывает, чтобы это был общий уровень некий высокий. Очень хочется к этому прийти, потому что, как правило, если говорить, например, о южных регионах, там вообще все расслаблены. Но в нашей части вроде бы мы не глубинка, где-то тут посреди. Но тем не менее, есть запал, но он настолько как-то прерывается и не даёт дальнейшие результаты. Вроде бы мы готовы брать, готовы покупать, готовы приобретать, но тебя как-то, знаете, ограничивают постоянно. Здесь же у нас внутри региона. То есть вы не можете найти партнёров, с которыми будете вот так работать. Масштабно, да, в масштабы уходить. Хочется масштаб и хочется, наверное, вот такое, да, зерно, зерно, зерно воспитать в каждом. Насмотренности. Всё-таки, знаете, чем шире кругозор, тем, наверное, приятнее. Насмотренностью вы называете представление о том, как может быть. Как может быть. Или как должно быть. Как может быть, как должно быть, как удивить гостя, вау-эффект создать. Вот этого нам не хватает, а это всё, по сути, в людях. Вот смотрите, не считайте, что для этого нам надо просто поверить в себя. Я, например, в Кирове очень часто отмечаю момент, связанный с тем, что мы считаем, что вот везде хорошо, везде круто. Есть Великий Устюг со своим Дедом Морозом, есть Кострома со своей Снегурочкой, и вот у них всё круто, а мы не можем, потому что у нас вот какое-то... Может, веры в себя не хватает? Как раз в этом году, ну и в прошлом, абсолютно. Мы настолько, знаете, взялись всей командой за руки и сказали, что друзья, ну пробуем, пробуем. Не знаю, как это будет. Два человека приедет в этот же тур. Три, пять, десять. Нам не важно. Сработают по себестоимости всё это. Окупится, не окупится. Мы делаем. Мы говорим о том, что вятка — это круто. Вятка — это аутентичность. Вятка — это маленькая Европа. Да, так она и есть. Так она и есть. И повторить вот этот облик вятки, когда ездили у нас сюда, и проходы. Почему нет? Почему нет? Почему не создать какой-то продукт на самом деле? Да даже от людей. Вы правы, что поверить в себя. Поверить в себя на том, что как здорово. Как здорово, что я живу, я живу, и мне хорошо, потому что меня... Потому что вокруг меня на самом деле много красивого, много интересного, много классного и хорошего. Ведь все гости, которые к нам приезжают, я думаю, вы это знаете там ещё лучше, чем я, им всем нравится Киров. Вообще? Им всем нравятся люди, которые здесь живут. И они говорят, слушайте, у вас так классно и здорово. Мы сами почему-то не обращаем на это внимания. Мы не чувствуем вот этого. Мы находим вот эти проблемы, мы находим эти сложности, мы начинаем на них концентрироваться, не видя всего эти прелести, которые вокруг нас. Гости это видят замечательно. Понятно, что мы им показываем лучшие участки. Конечно, стараемся, да. Но хотя я вот своих деловых там гостей, я же вожу их и по индустриальным там районам, и по производственным площадкам. И они всё равно говорят, у вас, говорят, у города есть атмосфера. Есть свой дух, облик города, который сохранился. Я им в ответ говорю, это нам повезло, что у нас денег больших никогда не было, поэтому ничего не снесли и не построили небоскрёбы. Шутка шуткой, но на самом деле мы сохранили этот облик, и можно гордиться, и можно наслаждаться. Вот теперь о потенциале. А теперь в чём, видите, сильные стороны Кирова, вот внутри их чувствуете, для того, чтобы и в этом году, и в следующем году 650-летия, и даже с привязкой к юбилеям, чтобы сделать Киров, ну, я не про него сяки. Я хотел бы, чтобы Киров был по гостям достойным, на достойном себя месте. Киров – город, который вполне может быть ярким на туристической карте. Сюда вполне может хотеться приехать. Сюда вполне может быть интересно приехать. Сюда нормальные, хорошие, может быть, маршруты. Нам надо поверить в себя, и после этого, как бы, с этой уверенностью выйти в свет, что называется, и пригласить к себе в гости. Вот в чём, видите, ещё сильные стороны? Честно говоря, честно говоря, я вам хочу сказать, что как раз человек, приезжающий сюда, неважно, какой он должен будет занимать, либо это будет, на самом деле, туристический поток, либо это будет какой-то деловой сегмент, мы все заинтересованы в эмоциях. Человек вообще ощущает. Ему не нужна красивая наглядная картинка, и тем более при условии, что мы сейчас очень много чего видим, вот как раз о насмотренности говорят. Человек вообще погружён, наверное, настолько у него информационный поток вообще нескончаемый. Он живёт бесконечно в информации, он живёт бесконечно в каких-то возможностях. И ему, ему, по сути, вот удивить, чем? Чем? Небоскрёбом. Да, видел он полно. Удивить каким-то... Самым большим всё равно не удивить. Да, не удивить, конечно. Не удивить каким-то... Буршвятку у него. Об этом можно подумать, но не удивить. Ну, фотография, да, у тебя будет с ним, куда я её повешу. И, возможно, второй раз не приеду. Видел всё, проехал всё, наш потенциальный турист и гость. А вот эмоции, которые, наверное, вообще делают нас живыми существами и делают человека человеком, вот за то... За что? Зацепить можно? Вот за что. И поэтому как раз точечный путь маршрута гостя должен быть построен на этих эмоциях, которые мы можем подарить. И только в людях заключается эта история. Поэтому нам нужны тренинги. Нам нужно говорить о том, что, да, господи, на самом деле, какое чудо, мы живём здесь, и нам хорошо, нас радует, нас балует государство, и наша Кировская область на самом деле процветает, и всё делается для жителей. И мы рады видеть здесь гостей. Да, 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 абсолютно. Мы рады. Мы должны с гордостью звать сюда в гости. Вот я всегда там... И когда селю у вас в отеле гостей, и когда зову их в Москве, я говорю, что я вам гарантирую, вы приедете, не пожалеете точно, и захотите вернуться обязательно. Так, и скажите обратную связь, это очень важно. Слушайте, Анна, а скажу, один из моих коллег по Российской торгово-промышленной палате, нет, там полтора года назад он был у меня в гостях, и через некоторое время мы встречаемся с ним в Москве, и с нами разговаривает президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, бывший спикером Мосгордумы. И мой коллега ему говорит, Володя, съезди в Киров обязательно. Вот обязательно съезди. Только, говорит, не совершай мою ошибку. На что Платонов спрашивает, какую, Володя, ошибку? Что мне не делать? Он говорит, к Андрею съезди обязательно, только не езди всего на один день. Так, и что потом? Ну, Платонов обещает приехать. Недавно приезжал президент торгово-промышленной палаты и сказал, что обязательно приедет еще, потому что на самом деле надо гордиться тем, как мы можем встречать гостей. А начиная с, ну, вот этого ощущения духа в Вятке, атмосферы Кирова, включая заведения общественного питания, которыми нам точно можно... Я всем гостям в Москве говорю, друзьям в Москве говорю, что вы можете ко мне ездить, ну, раз десять, я точно не повторюсь, удивляя вас общепитом нашим. И когда они приезжают, пробуют... Вятскую кухню, губницы, например. Да, 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 Вятскую кухню, которая у нас постепенно появляется, они очень удивляются. Удивляются атмосфере самих заведений. Ну, когда счет приносят, они, конечно, совсем там... Колоссальный, да. Поэтому у нас есть чем удивлять. Я, на самом деле, очень рад, что появляются люди, которые разделяют эту позицию, которые над ней работают, и я уверен, что благодаря совместным действиям эта позиция будет распространяться в городе. Синергично. Да, мне кажется, что губернатор приехал ровно с такой же позиции сюда. Александр Валентинович, мы с ним общались, и он точно так же в Москве с гордостью говорит о том, что приезжать в Киров там классно. Вятка гостеприи. Да, надо же жить в этой парадигме. Ну, может быть, нам нужно уйти немножечко в историю, вспомнить вот это купечество, дух какого-то аристократизма, даже вот эти цари и короли, которые к нам приезжали, пусть случайно, пусть набегом, что вятка абсолютно не ссыльная. Она такая, знаете, кто-то говорил, да, Дмитрий Толстой, по-моему, говорил о том, что надо из вятки высылать, потому что она настолько архитектурно, грамотно, красиво выстроена, и здесь столько воздуха вообще. Поэтому давайте к этому и стремиться. Давайте, несомненно, будем работать вместе. Что такое гостеприимство все-таки? Это образ жизни, это бизнес, это, не знаю, какой-то, может быть, социальный даже проект. Вот внутреннее ощущение, какое? Вы знаете, гостеприимство, это даже не сервис. Гостеприимство, это когда я думаю за вас. Это я погружаюсь в вас абсолютно. И на диван. И, знаете, проживаю каждый шаг, проживаю каждую мысль, и проживаю момент того, как вы вкусили какое-то блюдо, и насколько вам оно понравилось. И смогу, наверное, понять вообще ваши мысли потом, ваши действия потом, вашу стратегию потом. То есть жить, жить вами. Вы этим и занимаетесь? Со своей командой. Курсы стоят дорого, друзья. Мы открываем. Приходите. Это искусство. Искусство постижения. И да вообще, человек это такая многогранная сущность, что хочется... Конечно, нам не познать друг друга. Но, опять же, знаете, определить немножечко... Немножечко посмотреть вперед. Как мы сейчас все равно думаем о юбилее города, мы понимаем, что вроде бы еще есть время, но понимаем, что он уже завтра на самом деле. Потому что тут и команда, тут и надо объединиться, тут и понимать вообще, куда мы идем, куда двинешься, в какое направление. Так и здесь. Немножечко за человека подумать. Немножечко подумать и стать им. Быть им. Вот оно, гостеприимство. Слушайте, это замечательная формулировка. Гостеприимство это искусство. И гостеприимство это когда подумали за вас. И мы вернемся через небольшую рекламу в эфир и поговорим как раз о сервисе. Вот вы сказали, что гостеприимство это даже не сервис. Да. И мне очень интересно продолжить этот разговор. Да, потому что на самом деле я не люблю стереотипные мнения. Поняла. И, уважаемые радиослушатели, мы вернемся буквально через несколько секунд даже, я бы сказал, продолжим про гостеприимство и искусство. В гостях у меня Полина Валенчук в программе «Разговор по делу». Все хорошее настроение! Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Иду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Полина Валенчук, директор отеля «Чарушин». прервались перед рекламой. Мы, собственно говоря, на позиции Полины о том, что гостеприимство – это не сервис. Так он слицает. гостеприимство – это искусство. Что же тогда сервис, да? Нет, не про это я хочу спросить. Вот смотрите, у меня в гостях были руководители заведения общественного питания, ресторанов, кафе. Я сам много куда хожу. И я понимаю, насколько это рискованная сфера. Это же вот ходьба по канату, которая еще и трясется вне зависимости от твоих действий. Потому что, почему про сервис заговорили, гость же сейчас устроен так, что в кафе, что в гостинице. Достаточно высокий уровень сервиса он воспринимает как само собой разумеющееся, как данность. Так должно быть за это не то, что благодарить, за это даже на это обратить внимание не стоит. А вот если вдруг где-то какой-то, как сейчас принято говорить, косяк, большой, небольшой, то это превращается просто в какую-то катастрофу вселенскую. Тем более, как вы говорили вначале, человек устал, приехал, джетлаг, там что-то еще, да. И вот тут-то он на бедную девочку на ресепшене все, что с ним происходило за день, выскажет, а потом еще и на сайте напишет. Добрых слов не дождешься никогда, зато уж если чего-нибудь, не дай бог, а то и без не дай бог просто, потому что ему захотелось, выскажет все. Вот как внутри с этим? Ведь это же клокочет все равно, когда вот... Ну мы же старались, ну мы же вот все для тебя сделали, а ты все равно нашел вот эту там, не знаю, соринку там в углу, и теперь тебе все неладно. Вот как с этим справляетесь внутри? Вы знаете, мы выходим на разговор, стараемся сразу таких вычислять, сканируем, сканируем, кто вы, откуда вы, что вы думаете. И как правило, на самом деле упирается в то, что человека что-то смутило. На дороге, по дороге, и в момент вот этого... Да, все мы зависимы, да, человеческий фактор всегда присутствует. Когда, конечно, что-то ломается, что-то с точки зрения того, что мы не могли бы дать гостю, а должны были, мы себя очень прямо, знаете, так на самом деле ругаем и понимаем, что а-та-та-та-та, выговор и так далее. А когда понимаем, что человек все-таки это настроение, человек это движение и энергия, тогда мы понимаем, что, ну, не надо, наверное, себе, знаете, пропускать через себя настолько глубоко. И, конечно, девочки в этом плане очень стрессоустойчивы, они к этому готовятся. И они понимают, что, что бы там ни было, у него внутри, она, ну, девочки у меня, да, она постарается сделать так, чтобы он забыл, он забыл вот этот нюанс, казус, и вышел как-то, наверное, немножечко переосмыслил, переосмыслил все, что было. А без этого никуда. Мы понимаем, ну, это точка роста, вот это точка роста, и она как раз, вот мы, знаете, за вообще сейчас обратную связь, такая полезная штука, очень хочется даже, чтобы люди вообще нам оставляли отзывы. Как правило, вы знаете, сейчас все экономят время, куда-то движение в пути, QR-коды даем, ну, да, хорошо, да, понравилось. Вот все, что мы можем услышать, это вот такой прямой контакт и прямой диалог. А уже, чтобы человек сел, что-то написал, куда-то отправил, безусловно, это время, безусловно, что это все онлайн, но это время. И не все это делают. И обратную связь, конечно, очень сложно получать. И мы стремимся как раз, вот если происходит что-то не по плану, что-то человека зацепило, и мы понимаем, что, господи, стандарты, друзья, где? Давайте уйдем в стандарты и поймем, что мы можем. Надо пересматривать все, и уже, конечно, для нас это идет взлет, и понимаем, что надо пересмотреть что-то в себе, нежели в нем. Есть примеры, на которые ориентируетесь? Высокие? В мировой индустрии, в российской, ну, как сказать, применимые, да? Мы понимаем, что можно Four Seasons там назвать или там... А вы знаете, есть вопросы к ним. Вообще, абсолютно, абсолютно есть вопросы. Ну, опять же, вот люблю как-то нестереотипные подходы. Да, бренд, да, все круто. Тем более в связи с тем, что сейчас много кто ушел с рынка России, мы понимаем, что... Вы знаете, вот как раз почувствовали любовь к себе и понимаем, что ага, бренд, бренд, давайте растить собственный бренд. Будь ты Мурка, какой-нибудь отель, загородный, пригородный или нет. А поэтому стали Чарушим? Знаете, Чарушим... Или это такая созревшая... Это глубоко, это глубоко. Тут больше, знаете, про любовь, про любовь к Вятке и дань великому человеку, который сделал столько для нашего города, что не увековечить его имя для нас было, наверное, путь в никуда. Тут как-то все сошлось. Честно говоря, знаете, была мысль когда-то даже в Хилтон уйти. Да, даже так. Во франшизу. Да, 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 во франшизу абсолютно. Ну, это, наверное, какие-то там, если развернуться. А Чарушин, представляете вообще, насколько тут канат был? Насколько это все было? И до сих пор, мне кажется, еще какие-то... Тем более из существовавшего бренда, как ни возьми центральное, в общем, все-таки как бы... Не ушли от него. Центральное в природе... В разговорах там до сих пор и остается. Да, да, да. Ивана Павловича задумала ее центральной, тут центральная локация, центральная гостиница. Она наша, она вот, знаете, все равно центральная, конечно, куда от этого. А Чарушин все-таки, я думаю, что она уже прижилась в нашем обиходе точно. Я надеюсь, что... Слушайте, на самом деле, хорошо. И я вот... То, что вы сказали, то, что не ушли в Хилтон. Я, на самом деле, когда гостей привожу в город и вообще там провожу по городу, я говорю, что Киров уникален тем, что здесь все осталось свое. У нас транснациональные корпорации не смогли, начиная там с пивзавода, на который покушались все, кому-нибудь, молокозаводы и все, мы все оставили своим. И я всегда говорю высокопоставленным гостям, я говорю, я знаю практически всех руководителей этих предприятий, и я могу сказать, как они относятся к тому делу, которым они занимаются. Вот если бы это были люди только про деньги, они бы давно продались в Пепсиколе и всем остальным, там, Хилтонам и всему, и у них было бы все прекрасно. Все прекрасно, как это произошло в других городах. Я говорю, здесь на Вятке что-то с людьми все-таки не так. Мы вечевая республика, у нас не было крепостного права. Да, а потом я говорю, мы, да, да. Я всегда говорю, здесь никогда не было крепостных, и поэтому здесь... Такие свободолюбивые вольнодумцы. Мы всегда отличались. Полина, остается совсем немного времени, буквально две с небольшим минутой. Задавайте вопросы. Какие планы? А, планы. Вообще, давайте поговорим. Заинтригуйтесь. У нас, конечно, такая сейчас... Так, две минуты, вы меня немножко застали врасплох. Блиц. Планы, друзья. Планы грандиозные, планы масштабные. И, конечно, планы о том, говорить, насколько у нас большой потенциал нашего города, до нашей вятки, нашего Чарушина. Чарушин, он сейчас настолько для нас, знаете, ну, все-таки бренд говорить, наверное, нехорошо. Он настолько с нами. Он в каждом... Ну, что в данном случае это в полном смысле слово имя. Имя. Абсолютно имя. Но это и есть, знаете, такой ангел-хранитель, как бы это ни звучало. Имя, которое на слуху и которое притянет. Знаете, такой момент притяжения. Очень хочется. И даже вот сейчас гости приезжают и спрашивают, а кто, а почему Чарушин? Как это вообще? Вроде бы тут и на английском, да, была надпись, вроде бы и на русском. Кто такой... Абсолютный интерес, абсолютное понимание. И мы заставляем людей думать и понимать, запоминать, интересоваться. Слушайте, когда получается, опять же, как точка контакта уже, да, такой коммуникации с гостем сразу. Да, да. Он же не спросит, почему Хилтон. Абсолютно. Почему Чарушин спросит. Абсолютно. И, конечно, тут мы уходим и в культуру, уходим и в быт, и вообще в жизнь. И заставляем людей немножечко помыслить и, может быть, даже развить свое воображение. Будем завершать совсем пожелания. Всем нашим гражданам и слушателям. Мне очень понравилось, когда вы сказали про то, что кто, кто ваш гость, вы сказали я. Про меня. Да. Потому что я это воспринял в том числе про то, что перевернуть стереотип того, что в гостиницах можно жить только приехав в другой город. Не буду скрывать. И, собственно говоря, иногда люблю остановиться сам с любимой. С удовольствием. Мы так рады. У вас. И мне кажется, слушайте, это вообще классная практика. Ты совершенно по-другому смотришь и на город, и на все. Пожелания гостям. Совсем короткое от Полины. Салтыков Щедрин сказал, вы, месь Ерц, не знаете России, жившие в ее центре. Вы погрузитесь и поймете, почувствуете, узнаете Россию, живучей в Вятке. Поэтому давайте любить свою гору и давайте восхищаться ее потенциалом и природным, и культурным, и национальным. И вообще вспоминать наши роды и говорить о том, что мы лучшие. На этом мы заканчиваем, ничего не добавляя, программу «Разговор по делу» с Полиной Валенчук. Авторский проект Андрея Усенко. «Разговор по делу». «Разговор по делу». Продолжение следует...